В Израиле практически решен вопрос о досрочных парламентских выборах. Правящая коалиция не смогла договориться о принятии закона о призыве, который освободил бы от службы в армии представителей ультра-ортодоксальной общины. Все подробности расскажет Сергей Услендер. Закон, запрещающий призывать в армию ультра-ортодоксов, похоже, станет той самой соломинкой, которая сломает спину верблюду. В роли верблюда правящая коалиция, часть членов которой наотрез отказываются принимать абсурдный с их точки зрения документ. После долгих споров и дискуссий достичь компромисса не удалось. На рассмотрение КНЕС это вынесен закон о досрочных парламентских выборах. Виноват глава правительства Натаньяу, и только ему сегодня выгодны эти выборы. Ни одному его коалиционному партнеру сегодня выборы не выгодны. Ему нужно провести выборы как можно раньше, до того, как ему будет предъявлено обвинение. Речь идет о многочисленных уголовных делах, которые расследуют в отношении главы правительства. Оппозиция полагает, что человек, в отношении которого возбуждены целых четыре дела, не может руководить государством. Сам премьер все обвинения отвергает. Вы должны чуть серьезнее относиться к гражданам страны, чего вы им только не рассказывали о деятельности правительства. Но общество умеет разделять ваши бесконечные жалобы и мои дела. Поэтому раз за разом народ решает оставить вас в оппозиции, а меня отправляют руководить страной. И вы понимаете это. Попытки спасти коалицию продолжаются уже больше месяца, но тут, что называется, нашла коса на камень. Ортодоксальные партии говорят, что без закона о призыве не будут голосовать за бюджет, а светские, что ни за что не допустят принятие такого дискриминационного закона. В результате найти компромисс так и не удалось. Предполагаемая дата досрочных выборов 26 июня. Помимо всего досрочные выборы обойдутся казне в полмиллиарда шекелей. Больше 100 миллионов евро и это только прямые расходы. Но главная проблема, до их проведения страна будет жить без принятого бюджета. А это очень нехорошо для экономики. Кроме того, ситуация в сфере безопасности очень напряженная. И в канун войны, которую предрекают эксперты, государство может остаться без стабильного правительства. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер.